Приходит май, уходит горячая вода. Большая часть Владивостока осталась без горячего водоснабжения. Отключение запланированное. Тепловые сети по традиции проверяют на прочность. Владивостокцы только готовятся к лету, а тепловые сети уже к зимнему сезону. Как обычно, испытания пройдут в несколько этапов. Первая часть стартовала сегодня, она самая массовая. Без горячей воды остаются объекты, получающие тепло от теплоцентрали, вторая речка и северная. Попадают под этот этап частично все районы города. Гидравлические испытания это как один из этапов подготовки к предстоящему отопительному сезону. Потому что чем больше мы сейчас выявим дефектов на трубах теплотрасс, чем больше мы сейчас их устраним, тем меньше у нас будет проблем зимой по городу Владивосток. Испытания необходимы, поэтому зацепят всех. С 19 мая по 2 июня на прочность энергетики проверят теплотрассы от озера Юность до первой речки и площади Боляева. А третий этап заключительный. Под него попадают потребители части Ленинского района. Испытания у них начнутся немного позже, чем у всех. Но закончить проверку теплосетей и вернуть горячую воду энергетики планируют 9 июня. Жителям нужно иметь в виду, что помимо тех гидравлических испытаний, которые проводят приморские тепловые сети на магистральных сетях, работы также еще ведут МУП в ПЭС и управляющие компании внутри непосредственно домов. Поэтому если вы знаете, что гидравлические испытания на вашем районе завершены, но воды по-прежнему нет, вам необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию, либо в единую диспетчерскую службу города Владивостока. Воду отключает не забавы ради, а профилактики для. От этих испытаний на тепловых сетях зависит горячее водоснабжение и тепло на весь следующий календарный год. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.